всем привет с вами россии и перед началом просмотра заключительного видео по серии игр imperial glory за пруссию на высоком уровне сложности я хотел бы поблагодарить людей которые на протяжении выпуска этих серий и оставляли свои комментарии возможно это люди даже не являются подписчиками нашего канала и просто случайные гости или даже подписчики что еще в принципе даже лучше но как бы там ни было я хотел бы отдать должное как бы небольшую как бы частичку того что люди принимали в этом активно тоже участие что для меня очень приятно я хотел бы оказать как бы небольшое как бы внимание и почитать их не ники на ю тубе я извиняюсь если я скажу где-то неправильно или неправильно поставлю интонацию ну я думаю может быть каждый себя узнает и братан если ты себя узнал обязательно отпишись в комментариях или поставь лайк ну теперь давайте начнем как бы большое спасибо за комментарии и лайки или дизлайки такому человеку как маркус коллинсу данила колотвин буянта мункин стас дэв ро то ее мам то есть это дорога к твоей мамке леонид политвенко играющий торнадо богдан горбань богдан джубрин александр петросов марк виола и иван дьявич новский если я правильно прочитал если нет дружище извини спасибо вам за то что вы принимали хоть какое-то участие поддерживали меня или своими комментариями как плохими так и хорошими спасибо за лайки и дизлайки я надеюсь что в следующих наших проектах наших летсплеях вы не оставите меня из своей поддержки и будете продолжать комментировать и оценивать наши видео всем спасибо за это вступительная ролик что вы это дослушали ну а теперь переходим к игре в империал горе и захватываем все до конца и заканчиваем наш летсплей по этой игре поехали ребятки собственно вот мы с вами оказались в игре империал глори опять повторюсь эту скучную никому не нужную информацию что мы с вами играем за пруссию мы играем на самом высоком уровне сложности и мы практически захватили весь мир у нас осталось только франция но я думаю мы выкупим у них испанию и в принципе нам не составит проблем захватить сам иль де франц париж и ее области которые находятся рядом что нам для этого нужно просто серии мы узнали о том что для того чтобы купить францию нам нужно иметь в своей казне примерно 82 83 тысяч золота и мы сможем купить огромную территорию франции и тем самым мы возьмем ее в кольцо мою излюбленную излюбленную тактику также остальные империи у нас уже находятся в кольце не представляют в принципе большой угрозы и когда мы будем готовы мы с вами молниеносно выполним приказ 66 и наведываемся обязательно в гости к лягушатникам в париж королевской киске в британию заглянем с вами в вену в россию и я постараюсь закончить как бы все боевые действия за один ход то есть мы с вами распланируем все так что мы за один ход просто возьмем и ударим всех сразу и поставим весь мир на колени перед прусской империи потому что мы прусаки мы тараканы ну может не тараканы но в общем их русская империя так давайте значит что мы что мы делаем что мы что мы делаем у нас я вижу богатенько людей лазит там где не надо давайте их попрячем сюда чтобы они не так много кушали потому что они скинусь прожорливые ребята скажем так сюда никто уже не лезет давайте сюда вот все мы уже вышли в плюс мы взяли уже в кольцо думаю с австрией все понятно копим деньги копим деньги потом с вами рекрутируем самую крутую армию в нашей столице потому что как я и говорил в прошлой серии я хочу чтобы по островам британии шагали элитные прусские войска заряженные по последнему столу техники и это вроде у нас будет королевская гвардия попрошу ребят давайте сейчас сразу подготовим нам что тут у нас университеты вот элитная военная академия у нас будет то есть у нас бы только генералы у нас что тут покойницы можем построить о будет киросиры обязательно этот вид кавалерии лучше всех прочих в защите и ближнем бою на киросиры не способны атаковать на расстоянии ну это не так страшно скажем так мы возьмем обязательно 12 фунтовые пушки самых последних офицеров королевскую гвардию киросиров то есть мы построим самые крутые какие только возможно корабли и поплывем давить британию хотя я вижу что это будет очень сложно особенно сложно будет взять лондон вот но что что же делать ребят как то будем с этого ситуации выходить пока пропускаем ход вот поэтому сейчас мы подготовимся по максимуму и перейдем в активную фазу наступления конечно будет очень смешно и прикольно если на нас нападут раньше чем мы нападем на них но я думаю наших сил хватит дать первостепенный бой ну а потом в ответ пойти и давить их всех давить давить конечно очень проблематично будет разобраться с их присутствием на воде потому что все таки все империи у них кораблики плавают у нас не так много но меня это все не интересует мне главное вы успеть высадиться на в британии а после этого пусть она хоть все пропадет а и она все огнем после того как я высажу свою пехоту на территории британии единственное что я думаю купить у британии кусочек для того чтобы сделать там плацдарм перекинуть туда войска для наступления и зажать ту же самую британию двух сторон вот было бы неплохо у них купить шотландию ребят мы здесь высадим три отряда в шотландии нападем на лондон и на сам лондон через порт порт смут точнее военный порт еще этот порт мы высадимся здесь и тем самым зажмем лондон со всех сторон ну это будет совершенно другая история давайте пока постараемся максимально приблизиться к этому моменту когда мы уже будем с вами вести боевые действия и тогда уже по факту будем решать хотя как бы порассуждать тоже на эту тему нужно потому что хотя хочется закончить более-менее ну скажем некрасиво не пафосно но нормально хочется закончить летсплей которые у меня затянулись на 15 видео не устану говорить спасибо ребятам которые смотрели которые лайкали которые писали комментарии я надеюсь что вы поностальгировали как бы у вас несмотря на то сколько бы вы не просмотрели видео вы получили хоть какой-нибудь от этого удовольствие то есть вспомнили игру или скачали игру и поиграли свежие свои воспоминания неважно я прощу я надеюсь на то что в любом случае вы получили приятные эмоции от прохождения imperial glory очень приятно что не я один являюсь ну скажем не прям таким профессионалом но фанатом то есть это моя любимая игра я в свое время проходил и правда на самом легком уровне сложности и но времена меняются игра остается тоже самое пора проходить на самом тяжелом что я в принципе делаю в первый раз именно на тяжелом уровне прохожу так ну а мы дальше с вами ждем деньги ждем деньги смотрим как ребята активно плавают вокруг нас подрывная деятельность исследована так это что у нас фондовая биржа увеличивает прибыльность до внутренняя торговля это хорошо потому что у меня может не помнить практически вся уже карта моя поэтому внутренняя торговля это хорошо давайте торгуйте обязательно что тут у нас находится на территории франции точнее рядом с франции мне нужно было в ускоренном режиме готовить здесь себе какую-нибудь армию потому что не хотелось чтобы франция застала меня врасплох и мы как бы извинитесь пиписька руках как бы и встречали то есть не без оружия без ничего не подготовленные давайте построим лучше на торговую верфи обязательно ну ли ты устроить не нужно я думаю пограничный пост обязательно они военные госпитали тоже пока это не надо так как мы будем нападать хотя мы купим всю территорию в общем в любом случае пока здесь нужно увеличить наше присутствие все это наша новая территория которую мы купили нам в любом случае нужно здесь закрепиться как бы там ни было лишним это не будет в любом как бы варианте поэтому пускай лучше знаете как говорится лучше перебдеть чем не добдеть потому что если вы обратили внимание мне уже давно никто не кидает союз как это было до этого оборонительные союзы мне кидали там и австрия и франция и платили бешеные деньги сейчас все затихли все затихли потому что я для всех являюсь угрозой номер один хотя по логике они бы должны были со мной заключить союз ну чтоб я на них не напал я же все таки не анархист если я в правах прохода у меня там или этот я же не могу напасть а если бы мог бы напал бы конечно потому что кого мне бояться они мне же ничего не сделают ребят они мне же ничего не сделают ребятки я еще хотел вас попросить такой как бы помощи в том плане что я в комментариях оставлю такое подобие голосования пожалуйста оставьте свой комментарий по этому поводу я хочу дальше после империал горе снимать наполеон total war и скорее всего empire total war то есть две игры сразу это будет практически рубара та же эпоха что и в империал горе меня интересует такой вопрос даже два вопроса первый по поводу наполеона за кого как я понял я честно в него еще ни разу не играл я только открыл посмотреть что там есть получается как бы две компании коалиция против наполеона и соответственно наполеон там со своими там братками которые будут пытаться захватить мир так вот по поводу наполеона чью сторону мне занять или коалиционных войск или самого наполеона бонапарта если коалиционных войск то кем бы вы хотели чтобы я сыграл я конечно желательно я больше склоняюсь к пруссии то есть я здесь был за пруссов и там был за пруссов но ребят это будет точно не поляки то есть и как бы там ни было в любом случае если я играю или за коалицию или играю за наполеона первым делом мы с вами будем ебать поляков сразу вам говорю то есть это не влияет никак то есть поляки будет получать первую очередь потому что потому что это поляки но вопрос остается открытым если вам не трудно пожалуйста напишите в комментариях за какую сторону мне лучше играть за какую страну я обязательно почитаю все ваши комментарии каждому отвечу и смогу принять решение ну а если вы конечно поленитесь и не захотите это делать и все прекрасно понимаю ну как бы ну лень там тяжело то просто поставьте лайк ребят ладно те комментарии значит уже решу как-нибудь сам так а тем временем мы с вами сказочно богаты у нас 99000 золото 99000 сырья в общем мы знаете мы можем купить их всех мы просто можем купить их всех всех не территории а потом просто как клопов раздавить что мы в принципе наверно кстати почему бы и нет почему бы ребята и нет давайте вот франция я хочу франция у тебя территорию кастилья 82000 фу это пыль ребятки это пыль для нас пожалуйста вот тебе даю даже 83 а они отказались хорошо давайте попробуем еще раз я хочу территорию кастилью я предлагаю 85 тысяч нет смотрите что происходит франция в никакую не хочет отдавать мне территорию но она должна прекрасно понимать что если она мне эту территорию не отдаст я заберу ее сам и тогда пострадают женщины и дети франции франции я предлагаю 90 тысяч ребята цена вопроса 90 тысяч и мы выкупили четыре территории ребят 4 смотрите 1 2 3 4 5 даже 5 мы выкупили 5 территорий за 90 тысяч золото конечно мне опять могут как ребята мне пишут комментариях типа вот ты не привив не прививки и надо у них покупать территории не трать деньги не не корми как бы будущего своего врага эти деньги мне помогут они вернут мне эти деньги когда будет предлагать следующий союз они вернут мне эти деньги когда будут пытаться заключить со мной мирный договор потому что они будут проигрывать или я просто куплю их как австрию которая на протяжении почти всех наших с вами видео представляла для меня угрозу а в конце концов я купил с ним мирный договор за 881 сраную монету поэтому я не жалею я сейчас куплю у них вообще здесь все что только можно купить оставлю просто оставлю их не париж чтоб они там сидели со своими багетами блять и лягушками и потом просто зайдем туда скажем как бы добрый вечер господа пожалуйста австрия предлагает нам выгодное предложение три единицы золота на 2000 продовольствия подавись точнее нет не подавись на здоровье кушай мне не жалко я готов всегда помогать потому что ну австрия сейчас в плохом положении у нее осталось армия франции империи находится ну понятно у австрии сейчас смотрите на этих орлов смотрите на этих орлов и кто-то там сидит у них вот так у нас тем временем нифига здесь не строится ребят вот это беспредел вот это беспредел хочу пушку хочу двух вот таких и королевскую главу ребят мы как договаривались у нас будет только самая последняя самая опупительная армия который мы будем собирать в порту я бы хотел кстати ребята построить корабли фрегат давайте фрегатов пару штучек надо будет конечно нужно мощный флот нужно вход для переброски войск обязательно поэтому у нас уже влюкомплектован там у нас два отряда есть принципе еще два корабля и все готово ребятки и все готово в плане кораблей то есть нам достаточно будет их корабли для того чтобы перебросить наши войска так ну в общем все производится как говорится пруссия крутится лавэха мутится поэтому подождем еще пару ходов посмотрим что нам там предлагает франция для френце я думаю французы будут воевать недолго то есть как бы мы сразу зайдем в париж и на этом все закончится так давайте посмотрим что там по торговому соглашению с францией попросить территории прованс 20000 аквиндия 2224 бла-бла-бла то есть короче 70 тысяч и мы выкупаем всю францию кроме парижа потом все наши войска с территория с нашей территории мы перекидываем берем потом наше кольцо все сужается 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 и клац и лопнуло единственное что мне не нравится то что он ребята со своими кораблями что там плавают на них сидит какой-то десант ну опять же я надеюсь что мои пацаны в случае тревоги смогу сдержать так новое судно нашего флота корабль в apnds герцог я кубус фон курлянд курлянд урва курлянд это наверное где-то в портах польши он сошел на воду точнее его спустили и это да ребята просто вот обязательно на лайк за курлянда это вот единственное что хорошее сделали поляки в этой игре да вот как бы в составе моей прусской империи это они построили фрегат в apnds герцог я кубус фон курлянд вот за него обязательно лайк потому что это фрегат именно фрегатище скажем так я вот прям бы узнать я вот я бы этот фрегат прям бы набил бы поляками пшеками вот так вот пошла пошла торчал или как бы из трюмов знаете чтоб они вот когда плыли в британию чтобы курва было слышно как бы за тысячи километров и как британцы просто трусились а тем временем кстати британцы уже тоже у них генералы я вижу что ребята британия будет очень 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 жесткая битва дебилы как посмотреть это не серьезная францию могу даже ничего не покупать а просто зайти как бы и надавать лещей как бы ладошкой и они меня ничего не сделают но пока я не могу это сделать потому что к сожалению у нас с ними право на проход соответственно очень жесткий и кровавый замес но вы знаете я больше чем уверен я вам говорю так чтобы вы потом не писали мне в комментариях фу там морозил лох я предупреждаю сразу что скорее всего в британии наша первая атака захлебнется наша задача сразу ударить повторно вторично чтобы покрыть это недоразумение так тем временем передвигаем наших пацанов давайте я здесь хочу тоже португальские стрелки интересные ребятки давайте попробуем посмотрим кто такие офицеры ну как бы с этой стороны нужно же будут крестьян бить разогнать единственный скажем так серьезный отряд так польша 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 что ты мне можешь предложить польша отряды кавалерия у польши даже артиллерия не построена сразу да вот скрыть и сразу видно как я любил поляков лучше на конюшни улучшенные ладно давайте все-таки это было практически самая первая страна которую мы присоединили скажем так к нашей империи поэтому я люблю к поляки рвутся в бой самые первые не пугают врага враг разбегается дезориентируется и поляки просто их сметают на самом деле нет самом деле это просто пушечное мясо но как раз так пафос не звучит так здесь у нас крестьяне крестьяне ну францужики хотел сказать придется побороться ну чё-то мне кажется нет конечно самое слабое это австрия самых там фортах сидит поиска но я думаю думаю немного я конечно с одной стороны делал неправильно я загнал их на ограниченное это так новая корабль сиенция был спущен в регионе восточная пруссия вот сиенция красивое нормальное название восточной пруссии как у поляков так курляндия без обязательно обязательно курляндия так значит братишка ты курлянд будет короче у нас забирать пацанов мы сюда перекинем и они пойдут сейчас только достроиться отряд так вот офицеров обязательно до комплектовать нам так как вы думаете британия с нами поделиться немножечко территориями я думаю надо пробовать я думаю надо пробовать попробуем сейчас у них купить шотландию сколько они за нее хотят ограниченные пласты построены литейные цех построен в польше поляки стали вставать с колен так значит торговое соглашение с великобританией попросить территорию шотландию 33 тысячи за нее хочет великобритания или уэльс за 24 нам пока пойдет шотландия значит я беру шотландию за 30 вот я беру шотландию за 35 тысяч соответственно и прошу у них в шотландию 33 хотя нет давайте дадим им 34 тогда чем мы будем сильно переплачивать не хотят не хотят хорошо давайте 34 500 не хотят хорошо 35 тысяч тоже нет хорошо 35 и 1 копеечка нет подождите подождите мне неправильный запрос построился значит я хочу торговать с британией я прошу не территории шотландия и за это и предлагаю 34 тысячи копеек вы посмотрите посмотрите что происходит наше отношение с великобритании ухудшилось батюшки видите я не могу с ними ничего это не честно верном не объявят войну что-то не так не так расстроились у меня вот прям страшно аж сердце отколотится рубец на сердце остался как бы только британия мне войну не объявила ребят как бы только не объявила так что-то франция выдвинула торговое предложение они предлагают нам золото за продовольство нет ибо нехер где вы все были когда пруссия моя великая империя загибалась от отсутствия еды когда покупал у сраной саксонии за бешеные деньги где вы все были ребята где вы все были 33 тысячи ладно грёбаная британия на тебе 36 понятно хорошо а у вас отдадите нет ну вальс за 25 просить территорию вальс за 25 давайте хорошо 26 нет в общем не хотят они делиться своими типа территориями исконными не продаются они ребята не продаются хотя я считаю что у каждого просто должна быть своя цена ну раз так то что я могу сказать не хотят продавать тогда мы заберем силой так давайте сюда потихонечку в общем мы подтягивать наших бойцов что здесь у нас можно построить так чисто на поддержание штанов как я люблю говорить давайте чисто такой вот отряд отряд бурят можно будет здесь ребят вывести вижу конечно не битая но даже то что не битыми хватит даже того что не битые мне хватит ребята давайте потихонечку выводим наши поиска подготавливаем плацдарм для нападения на францию я ребят уже просто не могу затягивать дальше эту компанию потому что я понимаю что я просто тяну кота за определенное место думаю знаете за какое поэтому мне уже пора заканчивать ребят мне пора заканчивать потому что и так сильно затянул ребят как вы видите мы принципе так уже победили весь мир ну если так разобраться но нет мы обязательно должны с вами до конца игры и увидеть карту и увидеть карту как мы всех побеждаем что здесь в россии матушки ночи стрелки 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 конечно мне изначально бы лучше было бы кинуть в бой ненужных ребят по три отряда которая в том плане что как не нужно но они уже свое изжили примеру сейчас эти крестьяне стадоба ребята стадоба потому что чтобы удерживать столицу нужно очень сильное войско ребят нужно очень сильное войско так значит здесь мы достраиваем точнее рекрутируем давайте мне тоже пожалуйста кавалерию стрелков завершаем ход готовимся готовимся брать всех в тиски садушить их душить и тушить их так срок действия договора оборонительного с францией стек лучше на академия готова в польше ребятки отряды что там улучшенного еще пока улучшенного здесь не вижу в польше подождем тут вообще недокомплектованный отряд стыдоба давайте добейте в общем на россию в принципе я думаю хватит меня больше всего волнует ребята вот эти вот 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 орлы вот эти все нет это больше всего волнует все остальное так пыль так отряд у нас укомплектованную сейчас будет в столице можно будет того перегонять в восточную пруссию давайте заключим союз деньги нам сейчас не помешают для рук и рекрутирования армии вот сейчас короче в общем комплектуется отряд в столице перекинем на восточную пруссию погрузим его на курленд и перекинем в сторону британии сейчас в водах вокруг великобритании нарастим своем военное присутствие в плане флота для того чтобы корабли если что вдруг чего смогли поддержать авто становится полноправным членом нашего союза франция зачем ты берешь всяких бомжей к нам значит я хочу чтобы мы поплыли на курленде фон курленде и фрегат ми меви опять верно поляки делали что мне кажется так давайте наши фрегаты в общем выводим и сюда шлюпочку кинем и сюда потому что мне не нравится тут смотрите шлюп шлюп фрегат ростислав россия фрегат 3 иерарха шлюп 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 ну в общем жесткая в плане ну как жестко два кораблика русских это в основном фрегаты все остальные ребятки у нас там шлюпы на же фрегаты все на подбор так когда там уже будет офицер а вон до 3 офицера будете подряд завершаем смотрите симпатия британия к нам поднялась на целое одно очко ничего королева не знаю что скоро навочку сыграют элитная военная академия построены в польше теперь мы в польше можем нанимать элитных поляков курва что в принципе не может не радовать ребят что в принципе не может не радовать так новый командир гельвенской республики нас ожидают а где-то вообще гельвенская республика ты или ты вернул ты наверно ты это все это все хейня 0 то надо ждать командира надо ждать командира надо бросать ребяток интересно вот у меня там королевская пехота ли королевская гвардия там какие-то стрелки португальские а у поляков кто крылатые гусары я думаю вряд ли так подождем давайте кстати посмотрим ребят мне даже интересно сейчас я просто от ради этого польшу подым с колен не понял улучшен литейный не то так отряды и ренадеры нет ну ребята явно же смотрите к примеру где там этих козлов строил вот здесь вроде отряды нет 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 не тут еще сейчас где-то в португальские стрелки элитное подразделение португальской пехоты чего поляков что ли нету элитного подразделения да ну как это так то как так то давайте еще раз ой я извиняюсь давайте еще раз посмотрим отряды или надеры драгуны главной артиллерии одним словом польша даже блин элитных войск нету я просто хотел увеличить темп как бы начать и штамповать там элитные войска ну чтобы не только в столице хотя нет изначально план был в столице изначально план был в столице нанимать только войска так что там нет офицер не готов я хотел докомплектовать вот этого пацаненка никого генерал гайзенау я даже брать не знаю что за нации какой он вообще просто понимаете столько нации уже под контролем что даже начинаешь путаться где какая вы мне не нравится конечно мне не нравится это британия мне нравится ребята вот посмотрите хопанем мы еще с ними проблем хопанем кстати че тор не все нормально раз два три хочу сказать что у него на одной пихотой 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 хотел поднять панику типа коко 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 как это так у него на территории сразу четыре войска находится это технически быть не можно потому что только 3 и одну трубу как подкрепление бла-бла-бла бла-бла-бла-бла ну рано я захотел паниковать очень рано наконец-то новый командир ожидает это генерал геткант господи блять шашлы такие все мне мне дороги так все генерал деткам отправляется в восточную пульсию а вы ребята ждете новых командиров для создания войска австрийского таскать фу ты блин войско прусского войско прусского так улучшенный в польше построен новый командир штундерлиц штундец точнее полковник оленхега где он еще за города вообще господи ты кто оленхега линии ринхега кто ты литвинская республика ау кошмар ладно будем считать что надо нормально войско ребята франции хватит как бы дать на на кукан посадите давайте только офицера наймем так и все-таки меня мучают поляки я хочу чтоб у них было ладно я не знаю что на это влияет давайте все здания построим просто хочу увидеть элитную элитные войска польши очень хочу увидеть ну прямо интересно кстати давайте посмотрим может какие-то миссии здесь есть которые мы не выполнили с вами о это что ваше величество обращаясь к вам на службу бесплатно поступит три маршала с шестью отрядами пехоты каждый вау давайте ну хорошо мы выполнили мы получили в ряды нашей армии плотно где они не хорошо я понимаю где маршалы это генералы смотрите смотрите фельдмаршал притвиц и фельдмаршал чернини только какие-то в отряда никита не конченая данные не удивлен давайте короче перекидываем всяких пацанов сюда маршалов я обязательно ребята хочу загрузить вы знаете куда вот я сейчас скажу если вы тоже об этом подумали обязательно поставьте лайк мы маршалов с вами загрузим на курленд лично польский корабль их повезет прямо туда умирать так давайте дальше миссии ребят чем этом три отряда типа легкая пехота в гарнизоне 2 корабля шлюп чего еще надо в течение одного года нас ходов исследования будут вести с ускоренского херня вы заблокируете на год все торгового маршрута империи с которой стоите в наихудших отношениях это мы оставим потом ну короче все да все короче вот надо вот эту хрень в течение ладно не хочу я выполнять это задание если честно мне хватит того что медали два маршала хотя сказали что тут три или я неправильно прочитал знать меня потом самому интересное видео пересмотрю и посмотрю как бы ошибся или нет давайте давайте бейханит ближе не двигаемся вы будете вы будете то что такое я передвигаю своих солдат себе на территорию чем проблема кое должен спать и быть разрешение для этого андоны не там курленд смысле ты не хочешь на курленде плыть и чё я вот ребята не могу понять вот этого прикола еще вот эти здесь забыли фрегат святослав святослав а не хотел бы ты блять пойти в баню убирайте блять свои сука отсюда и не жалко что на территории нельзя поставить как бы право прохода а только она считается типа общем новый командир ожидает хорошо хорошо командиры это все отлично я не могу попало смотри что они делают не мог в курленд лет посадить нормальных по ребят так ты на следующей на очереди ты гребанная шлюпка охраняешь нормальных ребят так давайте теперь с вами ребята посчитаем значит для нападения на бритвеликобританию нам надо на этот остров для того чтобы высадиться нам желательно три отряда три отряда это получается в одном корабле два отряда то нам нужно один фрегат и один и одна шлюпка ну чтобы чтобы как бы полноценно полную ресурсы корабля использовать чтобы примеру не пылилось пустое место во фрегате или же или же короче значит кидаем два фрегата у сюда наверх кидаем два фрегата вот сюда выходим ну точнее нет а мы только здесь зайдем ребят что я туплю или лондон сразу the capital of the great britain или в шотландию когда делаем так нападаем и на шотландию и на лондон сразу высаживаемся то есть 22 фрегата и желательно еще два фрегата на поддержку когда наши войска сметут чтобы могли повторного нанести удар у нас два фрегата готова еще осталось 4 так что тут поляки что поляки ребята хоть блин бери и формируй войско вот здесь где тут у нас наша испания вот хоть бери здесь войско формируй с португальских стрелков там и так далее наверное мы так еще с вами сделаем потому что на поляндрию нету никакой надежды никакой нет это нам не надо давайте значит так вот тоже поднимемся с колен соответственно посмотрим что с этого выйдет пока все очень скучно мы просто там передвигаемся они что там двигаются троллевали троллевали срок действия франция стек знаете уже вот руки чешутся уже прям хочу прям сейчас вот ворваться как бы надавать им лещей как бы этим британцам гребаным этим всем а может а давайте пойдем в банк ребят давайте пойдем в банк нафиг нам это ждать там супер-пупер каких-то этих мы сейчас с вами вот чё как бы есть то есть давайте вот сейчас мы просто вот возьмем да и вот с того что есть обычных рядовых пацанов ребят молодых да понятно что эти ребята как бы сосуд армии британии но чего ждать то правильно чего ждать молодые горячие пацаны давайте вот как есть так есть ну получим мы по башке в британии но ничего все равно она не контратакуются но на ничего нам не сделает потому что мы ее как бы шпили убили и сделаем в любом случае то ли это будет сейчас то ли это будет потом какая нахрен разница извините меня все равно мы это сделаем поэтому я думаю мы многого не потеряем поэтому сейчас за три-четыре хода до собираем армию которая есть сейчас по сусикам пошли бомб бросаем все блять на британию начинаем воевать чё хотите 38000 то все франция все до свидания никакого бронетного союза пошли в баню ваши деньги не нужны не нужны в источной ребятки чтоб я мог вас передавить лягушатников ведь как они застретились я отказался от союза сейчас они будут объединяться в союз между собой наверное но это будет совершенно другая история так значит вы отправляетесь гражданин сюда вы готовы я вижу чик вы пока не можете сесть но мне не нравится мы в любом случае не должны с вами оставлять нашу столицу без отрядов поэтому мы сделаем вот так кто тут у нас есть туда мы введем вот этого пацаненка он подхватит здесь бойцов и мы на фрегате сможем его забрать вот тут а здесь мы сюда закидываем вот этого укомплектована здесь мы закидываем этого так мне нужен командир где-нибудь отсюда во мне нужен командир херня ты не командир ты херня что-то херня короче ждем сейчас командира со столицы кинем там мы укомплектуем здесь мы комплектуем у нас четыре корабля есть нападаем и со всеми сразу объявляем войну ребята будет полная рубила полный хардкор просто просто быть полнейшая как бы жопа скажем так командир готов таможня в польше мне больше не интересно я думал что из них путь какой-то толка толка с них не будет ребят так переходим сюда забираем меня интересует в основном конница потому что потому что потому что скажем так потому что у меня куда их передвигал причине них я не передвигались на доход пропустить поплыли дальше вы не можете пока прекрасно понимаю не вопрос не проблема ждем 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 ребят это не будет никаких сохранили перед боем и так далее вот как мы сейчас с вами начнем их рубить так и начнем рубить я сразу прошу прощения за то что может быть серия будут затянется намного больше чем обычно то есть не 35-45 минут а будет больше ну это последняя серия ребята что давайте уже доиграем ее от корки до корки так новое украшение готова корабли военные порты будем строить более по пищи корабли вот тут мы увидим уже наш флот потихонечку так завели мы еще наш кораблик так перекинули сюда пацанов так все ты готов в принципе до ехать умирать готов перты ну ты подождешь я понимаю ты будешь ждать хорошо дальше обязательно обязательно мы должны будем быть готовы ко всему знаете ребята я их не боюсь не боюсь не боялся не боюсь и бояться не буду вот да я понимаю что сейчас наша пехота наши ребята могут конкретно в сосну потому что они как бы там ни было они морально устаревшие ребят ну что сделать это британия у них уже там по ходу полные отряды и самые как бы самое тяжелое будет это штурмовать лондон в шотландии не проблема я как бы вертел на детородном органе поэтому 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 так у нас изначально курленд и мало это у нас на основные наши ребята которые будут нападать на лондон сам по себе вот эти ребята не более второстепенные они будут высаживаться в шотландию что у нас здесь у нас здесь полные эти я думаю в принципе три армии сможет вольнут одной армии хотя она заряженная здесь у нас три стрелки стрелки селяне пушки стрелки но у нас пушки там присутствует поэтому я думаю это будет не проблема территориальных водах прям под лондоном очень много кораблей я вижу нужно туда нам закинуть будет своих еще потому что как бы мы успели затащить ребята скажем так поэтому надо в любом случае то перебрасывать наши фрегатики маяк построен элитная академия призывного участок польши украшение флота кто тут у нас якобы с майор давайте я кубасов майоров тоже вот сюда укрепим их подведем поближе то есть уже в принципе здесь у нас шлюп и шлюп против фрегата 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 то есть четыре фрегата против шлюпов нормально так ребятки должно должно заехать ну что в принципе в принципе я думаю мы готовы что франции франции тут бы жестяк конечно франции тут будет жестячок потничок сейчас нужно будет готовиться с францией помахаться что он и здесь с этой стороны раз отряд давайте выведем еще отряд так вот здесь у нас тоже красавцы таки меня интересуют вот так вот пока не можем все подводим сейчас со стороны франции чтобы мы могли помочь нашим войскам подводим готовимся и в принципе начинаем делать им шпилю или как же ребятки пара 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 так давайте давайте чик чик все тут мы немножко как бы закрепились укрепились я хочу тут построить маяк я могу построить маяк я хочу маяк то я могу построить маяк а вообще у нас много денег давайте все так как это уже конец потому что везде хочу маяки я хочу видеть всю карту я хочу чтобы все было красиво слава богу у нас как бы денег хватает ну что ребятки мы готовы мы готовы это делать мы готовы убивать мы готовы воевать единственная фрегат тут затесался это шлюп это шлюп дредноут шлюп дредноут так тут у нас фрегат 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 мы укрепились ну что ребят как говорится готовы выполнить приказ 66 мы нападаем на всех и сразу ребятки а перед просмотром нашего финального боя с со всеми империями которые у нас остались это великобритания франция австрия и россия я бы хотел вам показать чтобы вы знали и были в курсе если вы не знаете и обязательно подписались на паблик вконтакте такой как imperial glory клуб поклонников игры здесь ребята действительно фанаты игры и активно обсуждают разные проблемы которые могут случиться при запуске игры при самой игре в imperial glory также делятся своими впечатлениями в игре многие из них сюда пришли в эту группу по поностальгировать заново скачать игру и поиграть некоторые же видят и в первый раз в общем ребят заходите обязательно группа это самая большая в контакте именно по этой игре адекватная администрация которая наказывает ребят которые нарушают правила также обязательно если вы увидите где-нибудь на стенке мои видео по империо горе обязательно поставьте лайк усик просто потому что вы уже это смотрели и обязательно поддержите группу потому что фанатов нас не так уж и много игра действительно заслуживает определенного внимания поэтому сделайте приятно всем подпишитесь на этот паблик и принимайте активное участие в обсуждении ну а мы с вами возвращаемся в империо горе и делаем молниеносную атаку под названием выполнить приказ 66 поехали ребята начинаем наше нападение первым делом что мы делаем мы нападаем на лондон вы не можете узнать в регионе англии пока здесь присутствует корабли противника можешь суки блять поганая мне нужно туда еще корабль вот так все насчет я хорошо я им просто объявлю войну я не похуй тогда все мы объявили войну государству франция наши войска заходит так мне нужно подкрепление на всякий случай в виде вас не понимаю да нападаем сюда ребятки останутся без подкрепления так а вот еще петушиная обойма так здесь блять у меня все битые как-то не обратил внимание но уже план начал реализовываться поэтому да я хочу войны я устал хочу войны так чтоб на век так давайте верблюдиков вот сюда и пошли и вы как нет и вы как вспомогать час еще сейчас вы как вспомогательная поехали все хорошо значит россия матушка с нами тоже сразу войну потому что скорее всего они были так тоже как вспомогательная так великобритания великая британия я хочу высадиться мы не можем да ну тогда я вам просто объявлю войну а мы уже со всеми войны завершаем ход итак первый бой у нас в провансе 588 против 345 легкое сражение это не столица поэтому мы пропускаем этот бой лично командовать не будем мы берем ее дальше просто отжали тут идет бой в кораблями не хочу не хочу не хочу не абсолютно все равно так пролив до преследовать готовьтесь к отчаянному сражению легкое сражение нет не хочу мы победили 4 процента потеряли ребята это значит что сейчас наши ребята будут высаживаться в лондон нет здесь я не хочу не с кем драться нет так вот ребятки равное сражение и это сражение у нас происходит непосредственно в столице австрии в это сражение я буду командовать лично если попутной территории мы можем просто над ебись отдать это управление компьютеру то здесь то здесь мы будем бить их лично своими руками мы дошли до самого сердца австрии последние защитники нашли прибежище в имперском дворце габсбургов нам предстоит совершить одно последнее усилие легко совершим смотрите вот она столица вот она столица ребятки главной целью операции будет захват центральной залы внутри дворца учтите что во дворце есть множество удобных для обороны позиций будьте готовы к плотному артиллерийскому огню стоит также помнить о том что входа в дворец не так уж и много так что защитникам не составить труда организовать достойно оборону каждого из них тем не менее мы должны преодолеть все эти трудности вена будет нашей потому что мы прусская империя мы блять им сейчас наваляем так давайте сразу изучим хорошо давайте сразу изучим поле боя значит я их пока не вижу всех я предлагаю что нам сделать ребят значит раз вход он их все я их вижу это у нас кто пушки значит я хочу взять нашу конницу и завести и вот сюда всю причем оставим только бедуинов на верблюдах для того чтобы они могли если что прикрыть наши пушки пушки выставляем вот сюда даже соответственно кидаем нашу стрелковую пехоту мы по идее должны с вами эту бой затащить у нас еще есть подкрепление которое нас ожидает давайте ускорим немножко скорость значит 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 они стоят на месте они в любом случае здание заняли здание нам надо чтобы мы по этому зданию немножко поработали из нашей артиллерии и соответственно ребята создание сразу повыбегают и мы их встретим нашими клинками нашей конницы так 12 фунтовые пушки они там уже готовятся я вижу так наша конница в тем временем выстроились давайте замедлили немножко время и подготовим нашу конницу к правильному построению что я имею ввиду под правильным построением я хочу всю конницу которая может открывать огонь с ружья и перестроить в линию выстроить их пока вот так гусары в принципе мы можем попробовать сделать вылазку блин не хотелось бы подбегать не подбегать к зданиям не хотелось бы потому что потому что подбегая к зданиям мы подставляем себя под обстрел давайте значит с помощью этих ребят мы попытаемся мы попытаемся обойти бочком скажем так под самым краешком чтобы нам бед нас не доставали дать здание дворец и попытаемся рывком снять артиллерию а все остальное уже просто дело техники так давайте пока мы там делаем эти все ротации в ротации мы попробуем нашу пушку перегнать вот туда для того чтобы они открыли огонь выманили пехоту и кольца рыч и снесла всех так тем временем и потихонечку перебрасываем наши войска они стоят и понимают это все их не войска хотя если я не ошибаюсь там должна была быть конница ребят может я конечно что не знаю давайте на всякий случай хоть и гусар пошлем куда-то туда так подальше пускай посмотрите что там происходит так наши ребята поднимаются них меньше меньший обзор меньше всего конница может продвигаться дальше не стесняемся попробуем перекинуть сюда и просто кинуть в атаку понятно что он завяжется обязательно тяжелый бой но я думаю мы успеем так сказать выцепить вражеские пушки я конечно пошел вот этими всеми в атаку но надо было бы в идеале была бы классная артиллерия с пушками которые тащат лошади или кони но не люди потому что люди это происходит очень и очень медленно к сожалению так давайте 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 на всякий случай а если что я конечно не знаю как оба все пушки по нам открыли огонь сразу снесли нормальное количество мне людей мне интересуют пушки давайте 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 просто завяжите бой с пушками ребята забейте на ту пехоту ну 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 давай 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 давайте в спину все пушки вырезали этих вырезали хорошо выпу вы у меня уже подбитая вас не жалко я вас бросаю на амбразу вперед так есть он вышли легкая пехота вышла навязываем им бой сразу я думаю мы можем нашу пехоту подводить сюда наши гусары пытаются их вырезать всех здесь это удачно здесь тоже сразу перебрасываем тут наши гусары конкретно всасывают я слышал где-то еще идет бой нет показалось так гусары которые у нас здесь они могут потихонечку подтягиваться и бить вот сюда наша конница бежала здесь ага все они передумали бежать добивайте их конечно же еще выходят отряды ребята еще выходят отряды завязываем бой давайте подвигаем сюда нашу пехоту вот так вот так где наши гусары свеженькие вот они сзади скачут отлично так у нас там активно со двора отстреливают эти успеют ударить в спину так ну тут гусары уже полегли смотрите он до последнего дерется герой 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 так каре мы ударили в каре но все равно наша конница не дрогнула это уже хорошо где наши пушки ребятки пушки наши должны выходить сюда подводим нашу основную конницу стрелковую давайте 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 душим их так соответственно ребята работаем давайте сначала по этим работаем гач теперь по этим работаем вы знаете минимальные потери в принципе два отряда конницы даже меньше я не знаю опять почему компьютер считал что здесь равное сражение как вы видите я их просто обсекаю скажем так залп отлично 17 человек конница еще осталось вон еще наша конница на подходе я их просто в тупую бросаю просто в тупую их бросаю на этих козлов то есть давайте сейчас прям как в 3d посмотрим как они слягут от выстрела нашей конницы вы видите что происходит то есть это я понимаю не защищает свою столицу но вы видите что происходит это последний отряд и я приказываю своим конным броситься а броситься уже никуда не нужно австрия победа мы захватили империю австрию мы ее покорили и теперь она будет под нашим управлением управлять мы не сможем ничего не сможем строить но мы сейчас введем туда хорошие войска которые будут удерживать ее на короткой поводке так общие потери наши составили 107 человек их не почти полтысячи что не может не радовать так россия легкое сражение ребят ну я не могу опять же пропустить его хоть и здесь почти 1000 против 322 но давайте все таки это столица санкт-петербург я хочу лично поучаствовать в этом хочу лично в этом поучаствовать и лично добить их так господа перед вами петропавловская крепость после ее захвата санкт-петербург будет наш дальше не успел дочитать вообще не знаю зачем я читаю никому не интересно ну ладно так санкт-петербург начать сражение у нее у меня чуть не не одних этих пушек что ли нету это плохо это очень плохо я вам объясню почему это плохо потому что они сейчас засядут в здании захватил а для того чтобы их оттуда выбить мне нужна пушечка то есть знаете так один раз залп бэмс и не такие выбежали сразу как бы тебя мочить и ты их встречаешь так что тут у наших русских товарищей значит 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 легкая пехота мушкетеры в часовне легкая пехота легкая пехота в общем везде легкая пехота и почему то что примечательно ворот у них разбиты наша армия двигается давайте я ускорю потому что двигаться будет очень долго пока они там друг друга ждут там пока друг другу жопу занесут у нас время есть 28 минут я думаю даже на ускоренном времени мы успеем с ними разобраться просто видите в чем проблема дальность выстрелом 70 плюс 25 у моих ребят 65 то есть пока мы и будут доходить стрелять и эти будут успевать стрелять по два раза что в принципе очень плохо ну на всякий как бы мы сделаем так мы пожертвуем пару отрядов для того чтобы пришло подкрепление а там вроде должны быть пушки если я не возьму санкт-петербург из-за того что у меня нету пушек это будет просто фейл ребята я скажу вам так мы передвигаемся на x4 на самом а вот максимальная x8 так я хочу чтобы здесь все выстроились наша шикарная тысячная армия то есть это почти очень много так так мы подошли к крепости петропавловской и сейчас будем заходить в дирку в воротах перед нами собор перед нами дом сейчас все наши войска выстроиться мы с вами делаем скорость поменьше и начинаем пытаться выкурить этих чубриков с территории так самое главное я хочу пехоту немножко перегонить ближе для того чтобы она не стояла на льду это раз так же я хочу всех вас ребята предупредить всех вот так чтобы вы атаковали при возможности это самое главное мало ли что так 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 что нам делать вот вот у этих 75 метров но все равно у этих поболее будет ребята так давайте значит попробуем сейчас попробуем сделать так мы выведем наших ягерей мы видим мы их вот так поначалу и попробуем потихонечку начать отрабатывать по собору по собору кстати обратите внимание на сколько у них прокаченные войска на 3 звезды у меня только по 2 что в принципе тоже плоховасно так вот наши ягеря подходят давайте ускорим немножко чтобы они быстрее подбежали оп хорошо хорошо так значит я на всякий случай хочу подвести сюда гренадеров на всякий случай вот сюда вот прям пусть шагают прям сюда и мы сделаем так сейчас ягеря завяжут бой с собором и мы гренадеров кинем в ближнюю атаку 34 у этих 51 выстрел у гренадеров 45 50 у 59 плюс 30 наши ягеря конечно валят дай боже чем так давайте возьмем наших подбитых ягерей и заставим их тут занято тут дом занят блин ребята это сейчас будет заруба где второй отряд гренадеров бегом сюда бегом пока те не зашли где тот нет 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 тут отряд идет какой-то стоять на месте на месте я сказал выходите нахуй отсюда вот сейчас в строкотан расстреляют где там эти так значит смотрите ваша боевая задача в ближний бой вот сюда так значит вы открывайте огонь вы ближний бой вот сюда поехали так вы мушкетеры мушкетеров просто выводим вот сюда вот сюда прям выводим на быстрой скорости побежали так где огонь огонь уже должен пойти ребята давайте мать его короче врывайтесь ближний бой в атаку что гранаты нет не стреляют обратили внимание какие сумасшедшие потери вперед 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 а они у нас стреляются ну не дебилы ну ближний бой ближний бой я хочу они просто прям в наглую не хотят забегать понимаете я понимаю что мои войска атакованы неприятелем мушкетеры огонь по собору смотрите что происходит ребят ну это какое-то извращение если честно мы просто теряем как бы наши войска 53 52 ладно давайте заводим дальше наших егерей и и и идет конкретный отстрел я не знаю куда бегут эти они не заходят ни в здание ничего не заходит никуда они ничего не это наконец-то они зашли я считаю что собор мы уже взяли значит атака сколько у вас ближний бой 40 40 да мушкетеры давайте в ближний так здесь идет активно активный бой давайте поддержим наших гренадеров 50 на 29 гренадеры явно побеждают в соборе причем у нас тут еще оставался один гренадер вот здесь так еще у нас егеря подошли на помощь давайте ягеря значит два отряда егерей пускай отрабатывают по зданию так есть у нас еще не гренадеры отлично мы их навяжем бой в часовне пускай подходят им нужно будет для прикрытия еще один отряд генадеров соответственно так здание мы еще не выбили ребят хотя здесь уже должна идти боевочка да мушкетеры наши завязались с русскими ребятами соответственно давайте вводим подтвердить вызов подкрепления наше подкрепление готовы вступить в бой господин да подтверждаю христианин возглавляет новую армию которая подходит давайте масса массированной заходим уже сюда в город все мы захватили основную эту там у нас сидят наши эти наши гренадеры которые могут работать по ребятам в часовне уже минус 50 за выстрел так наши где-то мушкетеры наши должны были здесь драться вот они 48 не поняла сколько чем они не можем что ли он они там давайте ближний бой обязательно победите мне их наши войска медленно ползут в эту дырку быстрее 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 хотя нет не надо быстрее так наши мушкетеры опять зашли драться все ясно я вас понял так это егеря егеря хочу тоже чтобы зашли в собор а где же ага наших господ разбили а вот вышли пацаны с нами стреляться давайте на них кинем нашу конницу кто же быстрее займет собор наверное наши егеря так тем временем 36 против 14 в доме происходит перестрелка так мы заняли собор но в собор ворвались и русские не дают они нам взять собор под контроль окончательно это ключевая точка мы за нее идет бой давайте наша пехота поддержит как бы огнем да собор чтобы выбить оттуда русских раз и навсегда не понятно что теснят я говорю конечно можно было бы все это закончить намного быстрее и снять автобоем но статистический объект давайте заводим их туда тут все они дерутся с пацанами в этом доме давайте возьмем гренадеров займем часовню я думаю будет не лишним это сделать так все отлично потерял стратегически важный объект вперед-перед-перед-перед так там мы заняли там мы заняли ребятки давайте занимаем все позиции тут я хочу захватить тут все соответственно давайте сюда выстроим войска давайте вот так вот жалко что нету пушек мы быстрее бы все это вакханалия бы закончили уже я же говорю дали бы залп они бы убежали мы бы их просто сожжали ну как говорится что есть то есть так драгуны это гусары гусары давайте гусаров отсюда подготовим их подготовим наших гусар к атаки молниеносной вы захватили стратегически важный район это хорошо чисто теоретически против нас остался один отряд стрелков который мне кажется из себя ничего не представляет но все равно эти стрелки заберут максимально много с собой наших пацанов потому что у них выгодная позиция опять же у них дальность выстрела там и так далее и так далее и так далее гренадеры наши ну чё тогда делаем как делали кидаем этих в атаку этих стрелять стрелять и стрелять соответственно сейчас будет первый залп много наших пацанов с стороны гренадеров упадет ну не совсем много но давайте давайте ребята давайте навязывайте им бой почти пол отряда упало с выстрела наши ворвались в хату как говорится вечер в хату господа причем причем смотрите они они еще умудряются активно вести огонь по нам я так понимаю что я затупил и здесь три здания как бы три части точнее знания ребят ребят ребята в ближний бой поехали давайте 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 бегом 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 побежали и вы побежали давайте 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 так ну в принципе у нас то еще осталась конница но вот понимаете в чем проблема что конницу никак не реализовать только ту которая стреляет а у нас такая конница одна ну тогда давайте туда ворвитесь елки-палки что это такое за извращение обратно в атаку что-то у нас 26 человек осталось скоро победа будет мы будем до завтра выбивать я не понимаю почему мы не хотим идти драться ребят что такое очков сыграла вперед конница ближе в станете что вы как не родные походу чтобы этих козлов вытащить и зайти к ним это надо где-то сзади заходить если честно я так понимаю ладно все короче все наконец-то победа Санкт-Петербург очень я блин честно я не представляю что там сейчас будет с Британией если мы так долго мучили Санкт-Петербург ну с Британией сейчас будет просто бой в море так все потеря у меня 400 у них 322 красавцы русские меня потрепали как собаку просто так Франция ребят ну я понимаю что это столица но я не буду здесь как бы извините отряд оплачения у меня потерь 0 у него 60 ну это понятно ну согласитесь но это я бы грузился дольше чем воевал чё там защитник равное сражение да хочу Австрия видите Австрия встала с колен я не успел заход увеличить там военное присутствие теперь приходится вот видите горько монеты отплачивать опять Австрия опять ее штурмую опять то же самое блин достали да вот я вашего врага имел в виду давайте ускорим потому что это будет долго что на х8 ускорим пушки гринцеры какие то ухты 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 уже мои войска атакованы неприятные ребята видите что творится верблюда самые первые ворвались просто давайте вот эти четыре отряда сюда поддержим так сказать хотя верблюжатники наши должны всех типа раздуплить мне кажется давайте на всякий случай поможем смотрите наша конница как сыпется да навяжите вы уже бой этим блять конченым пушкам ничё блин верблюжатники слепые а каких ближние навязались хорошо давайте давайте душите 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 их всех все не все здесь вон пушки вижу верблюжатники вперед у меня такие самые бойки давайте а пока мы займем дворец ну давайте пока они не успели по вам махнуть медленным шагом пушки выстрелили ну добрались мои ребята добрались жалко по по глупому потерял много комнат своих по глупому победа австрии уже второй раз это наверно был гарнизон то были войска это именно был гарнизон я надеюсь сейчас не будет то же самое с россией потому что еще раз это самое побоище я уже буду на автомате ребят потому что это слишком долго так принять ну что австрия пал или нет сколько это может продолжаться поскольку эта война только оставляет наши страны россия заключает мир какой мир какой мир какой мир какой мир вообще не могу понять что здесь у нас трудное сражение нет не хочу мы проиграли бывает меня интересует что там с британией сейчас будет происходить что здесь вражеские корабли зажали нас трудное сражение нет не хочу поражение россия нас на всех фронтах вот опять легкое сражение ребят я не хочу уже все хватит давайте уже заканчивается этой дребеденью блять они постоянно вылазят одно и то же блин происходит что там франция но вы что издеваетесь нет ребят сто восемьдесят нет не хочу общей потери сто тридцать три от кого как что там великобритания хочет нет отвергнуть никому не будет пощады что здесь у нас у меня вообще ход будет все хорошо слава богу мне дали ход кошмар какой-то значит что тут у нас происходит здесь у нас осталась херня малятка уже я вижу ой 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 битые блять все перебитые но тут даже и заменить то толком неким скажу я вам так так ладно давайте короче делаем тогда вот таким образом как мы с вами делаем мы объединяем вот так так мы кидаем стрелков этих битых мы забираем этих вот сюда только что я не могу объединить вот этих 36 12 12 но этот отряд более-менее не одни к одни калеке ребята одни калеке так как бы нам сделать как бы нам сделать вот этого мы уводим вместо него заводим вот этого и вот этого хорошо хорошо у этого сейчас я хочу сделать так генерал-то у нас тут подтянет нет не подтянет ладно мы генерала уводим делаем вот такую ротацию скажем так подводим этого сюда у крепляем здесь россиюшку все так что у нас на стороне дальше сюда проходите господа не стесняйтесь на всякий случай подкрепление будет хотя напитая тоже перебитое но давайте лучше на подкрепление посильнее вот это так здесь мы делаем что тут у нас биты тоже ну более-менее ну такая такая сами так значит давайте вот этого господина уводим заводим вот этого так 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 давайте укомплектовываем его вот так вот и кидаем как подкрепление есть такое дело что мы когда будем уже бойцов высаживать так в чем проблема блин вольните уже этой скотине так корабли наши построились давайте надо короче освобождать захваченные наши порты обязательно так ну в принципе всех подлечил куда надо подвел франция думаю здесь нам ответку не пойдет а вдруг 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 конечно если пойдет давайте ну так вот ну ну это чисто так вот на всякий случай ход конем скажем так здесь у нас есть войска давайте их выведем для того чтобы ей было неповадно суваться сюда вообще мало ли из них кому-то захочется повоевать резко все завершаем ход ребят вроде все просчитал ну если это не просчитал то извиняйте нет не вступая в бой нет не вступаем да легкое сражение нет не хочу наконец то мы можем высадить за в британии опять идет бой в австрии легкое сражение нет не хочу я не знаю сколько сколько это будет происходить сколько они будут вылазить в россии легкое сражение смотрите сколько нет не хочу это же кошмар какой-то во франции легкое сражение нет не хочу лично командовать я вырезал уже всех кого только можно вырезать вы австрии все таки навязала мне бой с кораблями хорошо я вас понял я вас услышал я вас понял я вас услышал ребята ну ну же вот они сейчас все в коалиции против меня все россия под нами хорошо после того как мы взяли город санкт-петербург империя сила пала продолжать сопротивление мы должны держать там сильный гарнизон помнить мы можем мы не можем аннексировать другую империю то же самое из австрии хорошо наши города растут видите так все австрии у нас тоже взята я думаю здесь довольно таки сильный гарнизон можем сделать ротацию вот такую так значит что здесь в россии может какую-то тоже ротацию сделать в ротацию а ну давайте ну так вот объединим ладно уходи уходи подожди 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 ты уходи за тобой и ходи вот этот а ты заходи вот так так тебя здесь полная тоже стоит где-то здесь на подкреплении что у нас здесь во франции ребята что у нас тут во франции он так битая битая все такие блять битые перебитые так ты сюда ты сюда ты на помощь на помощь не можешь зайти на помощь все ладно дождем так британия добрый вечер вот этих нахуй арте пожалуйста мне есть ребят случилось просто невероятное я вот значит высадился в британии вот раскидал войска во франции и получается я такой себе знаете играю разговариваю рассказываю вам как мы то всех нагибаем захватываю францию захватываю британию все вот конец игры вот сейчас еще один один два хода сработает полная как бы аннексия британии все мы прошли игру полностью и вылетает крэш точнее вылет с игры происходит вылет из игры и вместе с игрой обрывается видео и я теряю благо что я вообще смог восстановить как бы эту запись потому что все бы пришлось восстанавливать заново я загрузил последнее автосохранение как вы видите вот мы на этом моменте я надеюсь при монтаже видео ничего не потеряется то есть как бы вот мы сейчас вот поменяем сделаем ротацию поменяем немножко наших бойцов для того чтобы укрепить как бы войска во франции чтобы франция там сильно не дергалась как бы да и соответственно мы с францией закончили сейчас закончим с британией я надеюсь сейчас уже не выбьет потому что выбивать то уже нечего как вы видите мы здесь везде уже повысаживались ребят мы уже уже готовы к тому что весь мир ребят давайте то я щас так пафосно пролечу там так тра да та 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 вот весь мир принадлежит абсолютно нам и остался только последний как бы сопротив очах сопротивления это британия я надеюсь сейчас не выбьет давайте пропускаем ход здесь у нас происходит бой легкая шестьсот шестьдесят шесть против 180 знаете я снимал эти бои но я очень расстроился что так вот все плохо получилось давайте я не хочу участвовать лично давайте добиваем как есть 50 и 60 человек общие потери что там франция хочет драться со мной в море я не хочу с ней драться так легкое сражение восемьсот девятнадцать пятьсот пятидесяти двух я я не хочу сражаться лично и мы вольнули им принять то есть соответственно мы очистили весь гарнизон в британии и как видите мы начинаем его захватывать осада лондона началась тем временем мы строим литейные цехи всякую дребедень но это уже нам все не нужно я не знаю давайте вот изучим с вами пиратство так теперь теперь сделаем так нам нужно войска наши здесь укрепить для того чтобы они были сильные и смелые давайте мы сделаем как то вот так вот скомбинируем в общем да кто тут у тебя есть целый вот сюда вообще смотрите он вообще битый перебитый значит как мы с вами делаем мы вот этого битого загоняем на корабль а вот этого целого выгоняем сюда раз и теперь давайте возьмем самый такой целенький отряд вот этот вот сюда нет 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 чтобы было не обидно ребятенку вот этому вот сюда кинем а вот этот полный закинем вот сюда и тем самым у нас свежая целая армия стоит в лондоне и соответственно мы сейчас его быстренько оккупируем все территории будут захвачены ребят вот взяли франция видя нашу слабость опять блять непонятно какую слабость вывела против нас крестьян ребят нет я не буду даже с вами драться вы все ваше дело лягушатники уже смириться с тем что вы уже все вы проиграли вы там свой флот водите вон они видите там скооперировались вместе все франция пропала ребят после того как мы взяли город париж империя франция пала париж будет продолжать сопротивление мы должны держать там сильный гарнизон помните мы не можем аннексировать другую империю ну как бы там ни было можем не можем вам париж для франция до свидания смотрите мы потратили блин все бабки на эту войну мы все потеряли что-то на этой безумной войне опа смотрите и здесь тоже восстание нет я не хочу командовать лично мы их накажем так то есть но ведь в британии повстание было немножко получше хоть не мужики с палками а все-таки мужики с ружьями полная победа господа милорд мы завоевали все земли какие есть на карте это было непросто но вы совершили то что не удавалось еще никому вся европа и северная африка приветствует вас как своего нового правителя ребята это победа мы захватили весь мир а конкретней европу и северную африку мы прошли с вами империал глори запросию на самом высоком уровне сложности еще раз спасибо всем кто присутствовал спасибо всем кто наблюдал и следил не забудьте что мне нужна ваша помощь в определении за кого играть в в наполеоне за кого играть в empire total war также вступайте я там создал небольшой свой паблич и вконтакте будем слушать музыку будем смотреть картиночки будем общаться в общем ребята всем еще раз спасибо ставьте огромный жирный лайк это была последняя серия и это победа до скорых встреч увидимся с вами в новых играх или продолжать старые игры а с империал глории пока мы покончили с вами был росси пока ребят пока 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 я